Всем привет! Это канал Workshop Customs. На этот раз я хочу вам показать переднюю рукоятку от компании Zenith. Иногда ее еще называют тактической рукояткой, рукояткой переноса огня. На самом деле у производителя довольно таки большой ассортимент передних рукояток. Начиная от самой маленькой, длиной около 60 миллиметров, и заканчивая самой длиной, длиной около 160 миллиметров. Сейчас у меня в руках рукоятка RK4. Ее длина составляет около 78 миллиметров. Масса составляет около 127 грамм. Материал изготовления данной рукоятки алюминиевый сплав D16T с покрытием черного цвета. На расцветку можете не обращать внимание, я ее уже успел перекрасить в CrypTech Typhoon. Одной из особенностей этой рукоятки является наличие герметичного контейнера внутри нее. Сюда вы можете поместить какой-либо НЗ, либо элементы питания. Вам необходимо только скрутить крышку, поместить ваш НЗ внутрь и закрутить крышку обратно. Обратите внимание, здесь есть уплотняющая резинка для предотвращения проникновения воды внутрь. Лично я сюда прячу элементы питания. В данном случае сюда прекрасно помещаются две мизинчиковые батарейки. Сейчас вам покажу. Они прекрасно сюда входят. Крышка закручивается до конца. Либо можно поместить один элемент питания формата SR123. Он также сюда прекрасно входит. К сожалению, стандартные пальчики батарейки сюда входят не до конца. Сейчас я вам покажу. То есть, теоретически крышка закручивается, но не до конца. То есть, есть риск проникновения воды внутрь. Теперь давайте поговорим о варианте крепления этой рукоятки непосредственно на ваше оружие. На самом деле, их два. Первый, самый классический, это непосредственно на планку Пикатинни. Второй, менее классический, это на планку B9 Гусь этого же производителя компании Зенит. Первый и самый классический вариант крепления, это непосредственно на планку Пикатинни. Для этого вам необходимо открутить два вот этих винта, установить непосредственно на цеве и закрутить винты обратно. Рукоятка садится довольно-таки плотно, без люфтов. На звук не обращать внимание, это люфтит само цеве. Выглядит это вот таким вот образом. Второй способ крепления через вот такую планку B9 Гусь. Для установки на эту планку вам необходимо открутить вот этот большой винт, снять с рельс крепление на планку Пикатинни, протянуть на рельсу непосредственно планки B9 Гусь, и закрутить винт обратно. У нас получается вот такая конструкция. Ставится она на цеве вот в таком виде. Сейчас ее поставить не смогу, ввиду конструкции планки непосредственно B9 Гусь. Об ее особенностях я вам расскажу в следующем обзоре. Рукоятка очень легкая. Как я говорил ранее, ее вес составляет около 127 грамм. Рукоятка очень ухватистая, то есть ее очень удобно держать в руке. Многие спросят, зачем нужна рукоятка такой длины. Я тоже задавался в свое время этим вопросом, ввиду того, что, как вы видите, один палец просто не ложится на нее, не очень удобно. Пока производитель не объяснил мне, что данная рукоятка сделана не для классического хвата, а именно для упора. То есть, когда ладонь обхватывает цеве и непосредственно упирается в эту рукоятку. То есть, получается хват по типу Криса Коста. Вот таким образом. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok